Всем привет! Сегодняшнее занятие будет посвящено такой теме, такому пониманию, такому словосочетанию корга серии PA, который употребляется в его использовании как STS и Performance. Что такое STS? Почему такое загадочное, на первый взгляд, название? К слову сказать, кнопки для вызова этих пресловутых STS. Вот они четыре с номерами 1234, находящихся под дисплеем корга, либо они дублируются на дисплее под точно такими же названиями STS 1234 и под которыми, под кнопками которых еще написаны названия, собственно, инструментов. Так вот, почему STS? Потому что это аббревиатура от словосочетания Single Touch Setting. То есть, переводя на русский язык, мы получаем, что это настройки в одно касание. То есть, смысл заключается в следующем. Как только мы нажимаем на кнопку механическую, вот на панели, любую из четырех STS, либо если мы нажимаем на электронную кнопку на дисплей, вот она сейчас активировалась, подсвечивается, мы вызываем одним касанием, вызываем все те настройки, которые присущи данному набору, данному патчу звуков. Этот патч, этот набор звуков состоит из четырех звуков. Это необязательно использовать сразу все четыре. То есть, речь идет о том, что корк дает нам возможность использовать в так называемой правой руке. Это правая рука в простонародье. Это называется та часть клавиатуры, которая идет от точки разделения Split. Она может быть находиться там, где вы ее назначите. Так вот, от вот этой точки разделения клавиатуры, вот по правую сторону, это и будет так называемая правая рука. И вот для вот этой части клавиатуры существуют вот эти звуки. Их можно использовать по желанию. Можно использовать звук один. Например, вот я замутирую сейчас все звуки и звучит только гитара. Можно добавить какой-то дополнительный звук. И вот мы услышим, что к гитаре дополнился еще один звук. Послушайте. И так далее, и так далее. Таких звуков может быть три для правой руки. Они обозначаются такими сокращениями, как Up-1. Вот верхняя строчка. Up-2. Далее ниже идет Up-3. То есть три так называемых up-per-app-per, как вам угодно, так и называйте. И нижняя строчка это Lover, как Korg называет этот звук. Этот звук предназначен для так называемой левой руки. То есть тогда, когда нам потребуется на исполнение, при исполнении какого-нибудь произведения на левую руку, на нашу, которая ведет аккомпанемент, еще добавить какой-то звук. Чаще всего Lover используют какие-то пэды, подклады. То есть, когда вы нажимаете, и какой-то дополнительный фон играет. В зависимости от наших необходимостей, повторюсь, мы можем использовать от одного до трех звуков для правой руки и один звук для левой. Совсем не обязательно использовать все звуки одновременно. То есть вы выбираете тот вариант, тот набор звуков, который вам необходим. Вы можете нарулить на свой вкус тот, то количество и то качество звука, которое вы считаете необходимым. И затем, когда вы все это сделаете, вы, нажав пресловутый треугольничек в верхней части дисплея, вызываем вот такую менюшку и наблюдаем здесь надписи. Здесь нам Korg предлагает в первой строчке Write Performance, то есть записать настройки вот этих вот STS, о которых я говорил. Далее идет строчка, которая предлагает сохранить стиль. В данном случае нас интересуют только две верхних строчки — Write Performance и Write Single Touch Setting. Почему они расположены рядом друг с другом и почему, и по какой причине, и в чем вообще отличие, и в чем однородность так называемых Performance и так называемых STS? Дело в том, что и Performance и STS — это абсолютно с абсолютно одинаковой архитектурой набор из четырех звуков, о которых я уже говорил выше. Разница состоит только в том, что Performance у нас — это статичный набор звуков, разделенный и разложенный по категориям. Вот мы имеем здесь категории пианино, электропиано, орган, гитара, String, Brass и так далее, и так далее. И нажав на одну из необходимых кнопок, мы попадаем в банк звуков, вот Performance банк, в котором вот эти вот все наруленные и сохраненные звуки, набор звуков лежит. STS отличается тем, что это тот же по сути Performance, только он, как в народе говорят, привязан к стилю. То есть, когда мы выбираем некий стиль, и мы видим, что вот эти STS, они имеют определенное название, определенный набор инструментов. Выбирая какой-то стиль иной, мы точно так же наблюдаем, что инструменты у этого стиля, у другого стиля уже появляются другие инструменты. Это удобно. То есть, вызвав стиль, вы вызываете те инструменты, которые соответствуют этому стилю. Каждому жанру, естественно, то или иному жанру музыки должны соответствовать те или иные инструменты. Performance отличается от STS тем, что это, как я уже говорил, статичные звуки, они находятся в разделе Performance. Нажимая нужную нам категорию, например, гитару, выбрав тот или иной набор, вот мы его наблюдаем здесь, в правой части дисплея. Необходимо сказать, что Performance можно вызвать в любой абсолютно момент, тогда, когда вам это необходимо, к любому стилю, собственно говоря, это и есть основное отличие Performance от STS. Далее, Performance и STS работают только в том случае, если у нас рабочий активирован модуль либо Style Play, либо Song Play. То есть, в режиме стиля у нас активны STS и Performance, и в режиме Song Play, то есть тогда, когда у нас есть включена функция для проигрывателя. Это может быть проигрыватель и MIDI-файлов, и mp3-файлов, если ваш синтезатор оборудован таким проигрывателем. Вернемся и поговорим немного о возможности изменять готовые STS и готовые Performance поверхностным, я бы сказал, редактором, ну, например, таким как микшер. Для того, чтобы в него попасть, нам нужно нажать кнопку меню, открывается меню, выбираем первую закладку миксер тюнинг и видим перед собой микшер нашего STS. В данном случае мы видим, что у нас активны УПЕР-1, УПЕР-2 и УПЕР-3 и ЛОВЕР замутированы. Здесь у нас есть возможность настроить панораму для каждого инструмента, уровень, то есть громкость, закладочка Volume Pen за это отвечает. Дальше, следующая закладка FX Send, то есть уровень посыла на эффект. Верхний ряд крутилок отвечает за МАСТЕР-1, нижний ряд крутилок за МАСТЕР-2 мы вот наблюдаем. Здесь ставим определенное количество цифр, которые нам необходимы для посыла. Далее закладочка ЭКВАЛАЙЗЕР с регулировкой высоких, средних, низких частот. Дальше закладка EQ Control и пока мы ее оставим в покое. Далее закладка TUNING, которая нам позволяет самая активно используемая здесь рулилка, так бы сказать. Это средний ряд кнопок, которые отвечают за транспозицию каждого из инструментов на октаву. То есть, если мы возьмем вот первый инструмент, УПЕР-1, допустим, вот как он звучит. В данном случае настройка минус 2. Если мы активируем эту крутилочку и, допустим, поставим в ноль, то бишь поднимем на две октавы вверх. Вот мы слышим, как изменился звук ровно на две октавы вверх. Далее закладочка SubSkyl, мы ее не рассматриваем. В данном случае она нам не нужна. Итак, мы в закладке микшер нарулили то, что нам необходимо. Далее закладка эффект мы вызываем, настраиваем эффекты и настраиваем уровни и и так далее. Все настройки по эффектам, которые нам необходимо. Стоит заметить, что в случае с STS или Performance, то есть звуками правой руки, группа эффектов у нас под названием, имеет название FXB. FXA, напомню лишний раз, это группа эффектов для стиля для левой руки, FXB для правой руки. Далее меню. Закладочка Track Control. Здесь у нас есть возможность вызвать такую функцию, как под названием ES Edit, простите меня за мой английский, где мы, активировав кнопочкой вот этой зеленой Select, активируем, собственно, необходимую дорожку или необходимый инструмент. Здесь у нас есть возможность рулить звук по атаке, Desay, Decay, некоторые называют, как угодно, лишь бы понимали. Релиз, Cut-Off, фильтр, Резонанс и определенные настройки по фильтру LFO. Есть еще такая возможность использовать звук и подключить к нему функцию портамента с уровнем посыла, что ли, не знаю, пусть будет так. Далее, есть возможность к STS или к перформансу, вот к этим всем звукам, которые здесь присутствуют, к этим всем дорожкам назначить определенный диапазон нот. В закладочке, вот в этой вот первой закладочке, K и Velocity Range, мы можем настроить каждый из инструментов на диапазон звучания, то есть от ноты до ноты, необходимой нам. Мы можем настроить на уровень Velocity и так далее. В закладочке «Ансамбль» мы можем выбрать необходимый нам эффект, который будет дополнять наше звучание. Это может быть и звучание дуэтом, это может быть и звучание через октаву, и двойное звучание, и трели, повторение, эхо и так далее, и так далее. Мы сейчас не будем на этом останавливаться глубоко, мы только поверхностно все это рассмотрим. Дальше у нас закладочка «Pad» и «Switch». «Pad» закладочку мы рассматривали в уроке про написание пэдов. В данном случае мы рассмотрим закладочку «Switch», то есть «Switch», это включатель, что ли. Здесь мы видим, вот в моем случае у меня три кнопки «Switch». Они вот механически расположены здесь на панели, здесь они имеют возможность регулировки и присвоения им так называемых функций. Нажав на треугольник в ниспадающем меню, мы можем выбрать из предложенных функций все, что нам необходимо. Назначить на кнопку «1», кнопку «2» либо кнопку «3». Далее «Style Control». Мы пока не будем рассматривать в данном случае. И когда, вот что интересно, когда мы все это нарулили, и мы имеем все эти рулежки, мы попробовали... Нам все нравится, мы довольны, счастливы и мы хотим вот весь этот наш титанический труд зафиксировать для того, чтобы потом использовать вот одним касанием. Итак, для того, чтобы все это сохранить, мы нажимаем вот треугольник и в этом выпадающем меню, как я уже говорил, нас интересует две верхних строчки. Так вот, если мы хотим то, что мы нарулили, записать в «Performance» вот сюда, вот в эти статичные, в статичный банк звуков, перформансов, наборов, мы нажимаем кнопку «Write Performance». Если мы хотим наш патч, наш набор звуков привязать к стилю, записать к стилю, мы выбираем строчку «Write Single Touch Setting». В любом из этих случаев, нажав вот эту строчечку, нам выпадает дополнительная менюшка, которая предлагает нам создать или поменять или оставить название, которое у нас есть, предлагает нам разместить в необходимую кнопку. Вот один, два, три, четыре, их четыре всего. И затем мы соглашаемся, нажав на кнопочку «Окей, я не буду этого делать». И таким образом мы имеем вот здесь на дисплее подсказочку, что это за инструмент, его название. И вот в правой части, вот здесь, мы видим непосредственно, собственно говоря, все присутствующие инструменты. Ну, собственно говоря, в общих чертах, пожалуй, все. Если есть какие-то вопросы, если появляются какие-то непонятные моменты и если есть необходимость обсудить, пообщаться на эту тему, пожалуйста, на страницах форума, это все можно обсудить и получить ответы на все свои вопросы. Ну, на сегодня все. Всем спасибо, всем пока.